Я предоставляю слово первой команде и идеологу проекта iNet Александру Масичуку. Всем привет. С вашего позволения буду подглядывать немножко. Меня зовут Саша Масичу, как сказал Вадим. Я сегодня хотел вам презентовать наш проект, который мы разрабатывали в рамках программы Gilel Evo. Это сервис, который помогает вам найти качественные медицинские услуги, которые необходимы и нужны сегодня именно вам. Можно сказать, что это такой медицинский прайс-агрегатор с базой клиник, врачей, где можно сравнить цены, актуальные акции и так далее. И реализован блок, где можно посчитать что-то интересненькое на медицинскую тематику, естественно. Понятно, что при разработке нашего проекта мы задавали с собой какие-то цели, что мы должны решать действительно проблемы насущные каждого из нас, с которыми сталкивается каждый из нас. И понятно, что это такие вопросы, как где найти хорошего врача, хорошую клинику, как их сравнить между собой, как их сравнить между собой, не бегая с сайта на сайт, а в одном месте, где находится ближайшая лаборатория или клиника, которая подходит и нужна сегодня именно вам. Решая эти вопросы, мы пришли к такому сервису, в котором у нас есть большая база врачей, клиник, лабораторий, и актуальные отзывы, оценки. И вы действительно для себя уже можете принять решение. Вы хотите пойти к этому доктору, либо к этому доктору, вы можете посмотреть, какая лаборатория ближе всего к тому месту, где вы работаете, чтобы как можно быстрее и как можно, не знаю, там, качественней принять те медицинские процедуры, которые нужны именно вам. Давайте посмотрим, как работает наш сервис. Сейчас, волшебный Ярик нам поможет. Можно уже зайти, кстати, посмотреть. Вот так выглядит главная страница нашего сайта. Мы используем защищенный HTTPS протокол. На главной странице нашего сайта находятся там, ну, находятся опять функциональных кнопок. Это врачи, клиники, лаборатории. Нажав на них, вы можете попасть уже непосредственно в список, в клиник, врачей, которые зарегистрированы в нашем сервисе. И отсюда уже непосредственно записаться на прием. Вы можете с этим списком работать с помощью фильтров и с помощью сортировок. Вот так выглядит запись на прием. Мы используем адаптивную верстку. На мобильном все смотрится достаточно хорошо. Мы используем сервис прямого и обратного геокодирования в Google Maps API, что помогает нам качественно работать с картами. Всегда на сайте можно посмотреть актуальные акции и сервисы, которые зарегистрированы в медицинских учреждениях, которые зарегистрированы у нас на нашем сайте. Работает строка поиска, естественно, и мы можем найти уже непосредственно того доктора, который вам нужен. Так выглядит запись на прием. Если вы залогинены в нашем сервисе, то вам остается только выбрать необходимую, нужную вам дату и время приема. Зайдя на карточку врача, вы можете уже посмотреть более подробную информацию о том или ином враче, либо клинике. Если это врач, посмотреть, какие клиники, в какое время он принимает и почитать о нем более подробно, скажем так. Зарегистрировавшись в нашем сервисе, вы получаете доступ в личный кабинет. И в личном кабинете у вас будет доступен календарь. Сейчас мы это увидим. У вас доступен календарь с будущими записями. А также важный функционал – это подтверждение вашей записи. Вам не надо там перезванивать. Вы можете уже посмотреть, одобрен ли врачом будущий прием на то время, которое интересно вам. Мы реализовали блог. На блоге всегда можно посчитать актуальные статьи. Он очень неплохо смотрится также на мобильном телефоне. И в принципе все очень удобно, по нашему мнению. Также, разумеется, реализованы информационные страницы, такие как политика конфиденциальности, правила, вакансии и обратная связь. Вот так это выглядит. Вы можете оставить там сообщение, мы обработаем его. Оно уйдет на почту, естественно, и мы это сообщение обработаем. Так работает наш сервис. Давайте перейдем обратно к презентации. Ага, вот это уже оно. Технологии, которые использовали мы при разработке нашего сервиса, можно посмотреть здесь. Я думаю, подробно рассказывать о каких этих технологиях не стоит. Хотел бы сказать огромное спасибо моей команде. У нас была замечательная команда. Нас спрашивали, с какими проблемами мы сталкиваемся. И то, что рассказывал Вадим перед нашей презентацией. Финишировало в нашем проекте 13 человек. Стартовало в нашем проекте 32 человек. Из 32 человек поменялось еще несколько, не несколько, а 10 человек поменялось. То есть я могу сказать, что в общей сложности попытались поучаствовать в нашем проекте 40 человек. До финиша дошли только самые стойкие, самые лучшие, самые... Команда у нас, в общем, огонь, хочу сказать. Вот, хорошо. И, конечно, это внесло очень много вопросов и задач, которые впоследствии нам пришлось решать. Люди приходят, уходят, таски на них ложатся, таски не выполняются. И, по-честному, проект выполнялся два месяца, не четыре. Ты месяц настраиваешься на работу, ты месяц придумываешь, ты месяц выстраиваешь себе какую-то архитектуру, потом ты понимаешь, что твоя архитектура не работает, и все надо делать по-другому. И ты приходишь к тому, что та или иная таска человеком не выполняется, потому что человек вообще не участвует уже в этом проекте. И поэтому спустя два месяца только я могу сказать, что мы действительно начали продуктивно работать, и наш проект был реализован за два месяца. И сегодня нам есть что показать, вы можете зайти на сайт и посмотреть, как это все реализовано. А теперь подробно о ребятах. Вот наша команда бэкэнда. Александр Тимошенко, Ярослав Соломаткин, Денис Шевченко, Лев Брехов. Замечательные ребята. Но без такого крутого бэкэнда ничего бы не получилось. Это 100%. Саша Грещук, Вадим Маленник. Это маленький, но очень продуктивный фронтенд. Это я вам 100% говорю. Команда QA. Оля Арнаут, Артем Столцов, Людмила Вурба. Ребята, которые спорили между собой, кто лучше описал баг. То есть замечательные дизайнеры. Юнона Грейс, Кристина Терехина. Они люди, которые почему-то решили, что 1 января не отдых. И 1 января надо мне написать, Саша, мы тут дизайн еще поправили? Давай поработаем. Окей. И два проект-менеджера, Юлия Платонова и я, Саша Масичук. Хочу сказать большое спасибо Никите Соснову, нашему ментору. Человек, который предостерег нас, в первую очередь, и сказал, что преждевременная оптимизация – это корень зла, и это надо делать только, когда в этом есть необходимость. Если бы мы этого не послушали, я думаю, что мы бы сделали процентов 20 из того, что мы хотели сделать. И большое спасибо Вадиму Друмову, что дал нам возможность, и вообще организовал, и придумал вот эту вот крутую штуку, Гилель Лева. И компьютерной школе Гилель за поддержку. Настя, огонь. В общем-то все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопросов, конечно, масса, понятное дело. А можно попросить вернуться на слайд, где были описаны основные цели, и что делает ваш сайт? Вот это, да, допустим? Да. Значит, первый вопрос. Это я полазил по сайту, поэтому мы по мобильному, естественно. Первый вопрос. Я услышал, что можно сравнивать между собой услуги разных врачей или разных клиник. Я не нашел, где просто добавить сравнение или просто показать сравнение. Этот функционал реализован, что, допустим, при поисковом запросе педиатр вы можете посмотреть стоимости, то есть у тебя выпадает список, ты можешь посмотреть непосредственно стоимости на первичный прием каждого педиатра. Также ты можешь посмотреть оценки. У нас реализована сортировка по оценкам, реализована сортировка по отзывам, ну, не по отзывам, по оценкам и по популярности, и, соответственно, вы можете уже подобрать непосредственно лучшего. Я понял. Наверное, было бы неплохо сделать, вот как обычно сейчас в всех магазинах, сравнение, чтобы это было в виде таблички, чтобы сразу можно было смотреть, а не листать по всему списку. Да, это очень актуально, согласен. Еще то, что сразу просто попало в глаза, нет входа и регистрации через соцсети. Это таск у нас лежит, но… Я понимаю, это не вопрос, это просто… Обычно если нет через соцсети, то мы даже и не регистрируемся. Да, согласен. И такое еще последнее, очень важная вещь, так как это все-таки медицинские данные, здесь личный кабинет, есть все такое, а как организована защита персональных данных? У нас реализация безопасности занимался Саша Тимошенко. Саша попросил Костю задать это вопрос. У нас настроена защита через print security, как бы у каждого пользователя есть своя роль. В зависимости от того, какой ролью обладает пользователь, у него есть соответствующие права. Плюс каждый пользователь при не регистрации, а авторизации получает CSRF токен, так называемый, который в принципе защищен, пароль кодируется этим самым. Бэкрипт паролем, если как бы кто знает, то он в обратную сторону, даже получив из бэкэнда каким-то образом за бэкрипченный пароль, вы его в обратную сторону не декодируете. Можно только авторизироваться, если пользователь на фронтенде введет свой пароль и он совпадет с тем паролем, который реализован в базе. А почему он на фронтенде ходит? Я вот зашел на сайт, открыл консульт. Ну, если честно, легкие недоработки в плане того, что мы не успели его просто... Ну, то есть я могу подобрать, я могу его взять и просто запросить, он у меня есть. Ну, навряд ли у вас это получится. Ну, это, в принципе, делается, извиняюсь, как бы это, в принципе, сделается в буквально в 2 секунды, как бы, ну, я имею в виду отключение возврата пароля, просто, если честно, в запарах не успели и это все. Ну, спасибо. Выбор КПАФИ у вас нету селектов, то есть вы отдаете тем, что есть в базе. Ну, это поправим. Да, и по поводу пароля, с точки зрения технологии, с точки зрения человеческого фактора, у вас есть какие-то правила того, какое должен быть пароль? Я не проверял. Да, есть. То есть там не меньше 8 силов. Да, не меньше 8 силов и он должен... Должны быть буквы и разные регистры. Разные регистры и символы. Окей, хорошо. Сразу к этому добавьте нотификации об этом, потому что я не надеюсь зарегистрироваться. Так, у Саши был вопрос, да? Да. Я бы хотел, ребята, у вас спросить, по сути, это направлено на большое количество аудитории и люди пожилого возраста и тому подобное. Какие браузеры вы поддерживаете, девайсы? То есть, может быть, какая-то бабулечка, у нее нет айфона или еще что-то? У нее какой-то достаточно более старый девайс. И, может быть, у нее там стоит непосредственно операционная система более старая и сбор 10 или 9. Мы поддерживаем, на сегодняшний день мы поддерживаем только последние и самые актуальные браузеры. К сожалению, но за два месяца реализовать поддержку всех браузеров, но физически, мы понимаем о том, что такая ситуация может быть. Мы очень вообще задумались о том, что сервис все-таки медицинский и об использовании нашего сервиса. И раз уже пришел вопрос, я расскажу. Есть такие параметры, я думаю, для вас это не будет новостью. Вот здесь хочу рассказать про параметр accessibility. Я правильно сказал? На сегодняшний день этот параметр составляет 94%. Мы протестировали наш сайт. Этот наш сайт доступен и читаем для людей, у которых есть проблемы со зрением. Для них нашим сайтом пользоваться легко и доступно. Мы об этом задумывались как конкурентным преимуществом перед нашими. И понятно, что на сегодняшний день на рынке таких сервисов и в Украине достаточно уже есть. И вот буквально месяц назад еще один сервис, я заметил, выкатился подобного плана. И мы начали думать о нашем конкурентном преимуществе. Когда мы начали тестировать эти сайты, мы поняли, что медицинский сервис, который не задумывался о том, что accessibility должен быть достаточно высоким, потому что это медицинский сервис, потому что люди сюда приходят искать врача и окулистов в том числе. И это, естественно, наше одно из конкурентных преимуществ. Хотя это привело к таким вопросам и задачам, что дизайнеры нам отдают дизайн. Мы начинаем, мы это все реализовываем, а потом понимаем, что надо переделывать дизайн, отталкиваясь еще от этого параметра и подбирать уже соответствующую цветовую гамму, контрастность и так далее. У меня вопрос организационного характера. Вы показывали интерфейс для бронирования, где можно подобрать дату и время. Как вы поддерживаете актуальность даты и времени доступного врача? На сегодняшний день актуальность даты и времени доступна врачу, врач из личного кабинета может подтвердить либо не подтвердить запись. И мы для себя, на самом деле, не ставили целью хранить у себя всю эту базу. Каждый клиент, каждый лид, мы готовы его непосредственно отдать уже в клинику, и клиника уже сама должна обработать. Но с другой стороны, мы понимаем, что на сегодняшний день очень много маленьких стоматологий. Мы берем стоматологию. Чем пользуется стоматология на сегодняшний день при записи на прием? Стоматология, где работают два стоматолога. Я думаю, что это блокнотик. Телефон, блокнотик или, в лучшем случае, Google Doc. Одна из наших будущих, ну не будущих, одна из наших таск, которая уже висит, да, это организация CRM-системы для маленьких клиник, вот для клиник, в принципе, да. Но вопрос в том, чтобы отдать им этот календарь записями и заинтересовать, они этим пользуются, они заинтересованы в актуальности данных, потому как мы им отдаем такой инструмент для работы. Мы им отдаем инструмент для работы, они нам актуализируют эти данные, и, соответственно, люди уже смогут, ну, видеть актуальное время. Понятно, что это не у всех, понятно, что могут быть вопросы, если мы говорим о больших клиниках, большие клиники нам не готовы, допустим, отдать нам, да, этот тапик там со своей таблицей записей и так далее, то тут это, скорее всего, будет работать уже через звонок администрации, ну, администратора клиники. Если есть какие-то интересные решения по поводу… Я просто на первое время, но если вы будете, потому что продукт очень крутой, но если вы будете дальше заниматься, первое время – это первая проблема, которая у вас вылезет. Да. То, что я забукал время, которое, думал, что оно доступно, да, либо тут, знаете, просто можно решить интерфейс на эту проблему, добавив какой-то лейбл типа… Да. Время, на которое я хотел бы попасть. Желаемое. У нас это обозначено как желаемое время… Да, да. Я сейчас расскажу. У нас это обозначено как желаемое время, и у каждого, кто зарегистрирован в нашем сервисе, у него есть календарь. Если все-таки врач пришел в этот сервис и нажал в календаре approve, да, то тогда тебе пришла нотификация о том, что врач подтвердил запись. Мы в разработке нашего сервиса, мы очень сильно заморочились по поводу прогрессив вебап. На сегодняшний день уровень прогрессив вебап составляет 91%. Чем это говорит? Сегодня существует тренд о том, что… И на завтра это будет еще больше актуально, что сайты переходят в мобильные приложения. На сегодняшний день у вас мобильное приложение… Как это правильно описать? Мне очень сложно. Наш веб-сервис может стать вашим приложением на телефоне. После того, как вы второй раз зайдете на наш сервис мобильного телефона, как только все браузеры начнут поддерживать этот функционал, вам предложат установить наш сервис на мобильном телефоне как приложение. И это приложение… Иконка этого приложения уже будет лежать у вас на телефоне непосредственно как приложение и сможет… И закешировав актуальные на сегодняшний день условно данные, актуальные на последнее соединение с интернетом данные, у вас уже на мобильном телефоне будет готово приложение, с которым можно работать. Почему это еще актуально для нас? Потому что оно нам позволит делать пуш-нотификации и показывать клиенту, который воспользовался этим, что врач все-таки подтвердил вашу регистрацию, и вы готовы… Ну, и вы можете проходить на прием в то время, на которое вы записались. Какое вы думаете СВ делать поэтому? Еще раз. Сколько времени будет давать врачу на то, чтобы подтвердить регистрацию? Я не думал об этом. Но это должно быть очень коротко. Но если мы говорим о том, что это большая клиника и это работа администратора, то, наверное, это будет быстро, потому что администратор актуальные данные. Если мы говорим, что человек пришел и зарегистрировался в нашем сервисе в субботу, а в субботу администратор маленькой стоматологии положил телефон под подушку и не заходил ни на почту, не брал телефон в руки, то, к сожалению… Мы можем только стимулировать их к быстрой работе и быстрому взаимодействию с нашим сервисом. А еще один вопрос коммерческого характера. Какая схема заработка вы планируете? Схема заработка планируется с комиссией клиники, комиссией клиник с записью на прием. Мы реализовываем… Это одна часть монетизации, но я объективно считаю, что это будет не львиная доля заработка, потому что понятно, что на сегодняшний день заработок – это трафик. И тут мы должны понимать, что следующий этап развития нашего… Мы реализовали блок, но у нас он реализован на самом деле еще не до конца, не до конца так, как мы его хотим. Мы должны докрутить блок, реализовать блок, заполнить его актуальными данными, реализовать его постоянное наполнение, и тогда мы получаем трафик. Трафик, который люди, которые получают, которые ищут медицинский сервис, которые ищут информацию о медицине. Следующий этап – это наполнение справочниковой информации о препаратах медицинских, справочниковая информация о болезни. Это то, что актуально всегда, и, к сожалению, наш народ в Украине готов… Ну, хочет лечиться сам. Справочник о болезни на сегодняшний день является врачом для некоторых. Они почитали о болезни, почитали, какое лекарство помогает, и пошли его купили. Это все, если на самом деле посчитать на сегодняшний день все вот эти вот части и актуальные трафики, актуальные трафиковые сервисы, которые предоставляют… Один предоставляет услуги цены таблеток, другой предоставляет услуги медицинского сервиса и рассказывает о болезнях, это медицинский блок. Я думаю, что такой трафик от этого всего может составить до 10 миллионов посещений в месяц. Это достаточно большая цифра, но если мы посмотрим самые актуальные сервисы, которые занимаются этим, то арифметическое сложение пока же 20 миллионов. Понятно, что если это все вместе актуализировать, то, наверное, мы до такого не дойдем, но 10 миллионов мы получим. Я так верю в это. Для понимания аналогичный сервис, который вот так вот в себе все агрегирует, все, о чем я говорил, они существуют. В Соединенных Штатах Америки такой сервис набирает трафика 167 миллионов в месяц. Это, конечно, можно пока помечтать. Когда мы говорим о Рунете, то мы понимаем, что если мы даем актуальную информацию, то мы говорим не только о трафике Украины, но мы говорим о трафике всего русскоговорящего населения. Использовали ли вы системы Continuous Integration? Каким образом вы разворачивали environment для тестирования, для development и непосредственно продакшн, который уже доступен клиенту? То есть, может быть, вы использовали какие-то готовые уже сервисы для этого? Я думаю, нам, Ярик, поможет? У нас backend lead. Учитывая опыт предыдущих циклов эво-проектов, мы в этом проекте решили непосредственно разворачиванием сервера заниматься постепенно. То есть, как бы от спринта к спринту мы каждый спринт деплоили на сервер, давали все API нашим тестировщикам, чтобы они могли непосредственно тестировать на живом сервере. В данный момент благодарим очень компьютерную школу Гилелю, которая есть такая возможность и предоставила нам свой сервер, виртуальную машину, на которой мы разворачивали. Дженкинс, да, мы использовали, когда уже перешли на HTTPS, а до этого был спринговый тумкап. Сделали ли вы кабинет, регистрацию и кабинет для врачей? Нет. Он реализован на backend. Мы не успели накрутить на фронтенде. Юра. Ребята, у меня такой вопрос. У вас уже хотя бы один реальный договор есть с каким-то медицинским учреждением? Нет. То есть, пока там перечень услуг, которые у вас есть, это пока такой набор. Это тест, да. И ведете ли вы, может быть, уже переговоры? Каким образом вы вообще планируете заход стимулировать, скажем так? Ну, по поводу стимула, да, я уже говорил о том, как мы будем заходить в маленькие клиники, это мы пытаемся дать им такую маленькую CRM-систему, которая для них будет актуальна. По поводу того, что нам надо сейчас сделать. Вот здесь видно, что у нас перформанс составляет 28%. Это очень мало. И когда имея два месяца в разработке, через месяц разработки, поняв, что у нас низкий перформанс, что нам надо сделать для того, чтобы его увеличить? Нам надо поменять архитектуру. Что нам надо сделать? Как долго менять архитектуру? Достаточно долго. Успеем ли мы презентации? Наверное, нет. Поэтому это MVP-проект, который на сегодняшний день мы можем вам показать, и вы можете зайти на него и посмотреть, насколько он работоспособен. Будем ли мы все переделывать? Ну, отчасти, да, мы будем переделывать, и это надо для того, чтобы все-таки стать лучшими. Да, я еще хотел такой вопрос задать. По сути, у вас это продакшн уже, готовая версия. Я только что рассказал, но надо еще доделать. Я хотел просто спросить, с каким количеством критических дефектов или проблем вы вышли на продакшн? Почему я этот вопрос задаю? Потому что, ну, вы акцентировали прогрессив веб-аппликейшн, все круто, и презентация мне, на самом деле, очень ваша понравилась. Но, когда сказали регистрационная форма там, я только на нее зашел, и я там просто уже там два или три бага просто нашел, вот просто так. Это, ну, на самом деле, это важная вещь, и я бы, человек, если бы заинтересовался вашим приложением и увидел бы такое, то я, наверное, как-то, может, не очень серьезно отнесся к этому. Да, я понял. Я согласен, ну, багов на сегодняшний день, багов много. И у нас даже последнюю неделю мы там, завтра презентация, ничего не делаем, потому что может поломаться. Ну, это, как бы, ну, это жизнь. И мы, как бы, мы на этом, к сожалению, мы только учимся. Хоть мы показываем настолько красивые вещи, как по нашему мнению, но нам еще работать и работать, и, к счастью, мы понимаем, на чем работать, и маленькие баги, и я знаю, что у нас на сегодняшний день реализован. Мы стремимся быть лучшими и максимально юзер-френдли. Если мы посмотрим все существующие сервисы, для меня критическая точка, для них это строка поиска. Строка поиска на сегодняшний день, она как какой-то такой мастодонт. Начинаешь в нее вводить, если мы возьмем там топовый сервис в Украине, он тебе предложит, ты не можешь написать там просто, я не знаю, стома, не закончить приложение, нажать Enter и получить стоматологов или там какого-нибудь по фамилии Стоматкин. Такого не может быть. Ты должен дописать стоматолог, у тебя принудительное добавление. Вот мы в своем сервисе, мы все стремимся сделать его максимально юзер-френдли, все-таки добить вот эту вот строку поиска, чтобы она была всеядной, чтобы ты мог туда вложить в эту строку все, что тебе интересно, прям максимально все, и получить оттуда актуальную для тебя информацию. На сегодняшний день это у нас такая must-have, одна из первых задач, которую мы должны доделать сейчас в ближайшее время, победить. Победить. Если вы, допустим, понимаете завтра, что ваше приложение стало достаточно популярным и к вам, ну вначале там заходили тестировщики, там человек 20 в команде, да, и завтра вы понимаете, что к вам может прийти 10 тысяч, а послезавтра 100 тысяч, заранее вы предусматривали ситуацию или каким-либо образом закладывали будущую архитектуру вашего приложения для будущего масштабирования? Нет, ну мы об этом, мы понимаем о том, что с таким вопросом мы столкнемся рано или поздно, и это есть, об этом надо думать. Физически мы об этом, ну мы это реализовать не успели, и я же еще раз скажу, что на сегодняшний день мы понимаем, и это правда, мы понимаем, что нам надо реконструировать наш проект, нам надо переделывать архитектуру для того, чтобы повысить там перформанс, для того, чтобы быть еще более удобными для людей, для наших пользователей, потому что, ну это такая была разработка, мы месяц обсуждаем архитектуру, студенты, которые только недавно поучили здесь, нам спасибо Никите, Никита нам помогает, говорит, не занимайтесь этим, это для вас рано, вы, ну это много. Месяц обсуждаем архитектуру, месяц мы формируем команду, ребята уходят, приходят, через два месяца мы начинаем разработку, будем ли мы тестировать на большое количество людей, ну мы физически этого не успели, но, хотя мы понимаем о том, что это надо. Как посылки, может быть, какие-то заранее складываются, например, выбрать там микросеку, где курс вас? Нет, нет, ну мы к этой проблеме, мы знаем, что эта проблема есть, что это не проблема, что это задача, которую надо решить, но мы к ней не подходили к решению ее. Это просто для всех, что каких три организационных вывода ты можешь сделать, ну после четырех месяцев, ну чтобы, ребят, следующее не делали ошибки, или заводили, ну лучше говорить про ошибки, наверное, чтобы не допускали их. Ну, я могу назвать одну проблему, не проблему, а одну максимальную проблему, с которой я столкнулся, это люди и это ответственность. Что такое, ответственность людей? Что такое разработка в таком проекте? Я прихожу к Ярику, говорю, Ярик, давай, ну, давай будем делать. Я человек, я PM, который на бэкэнде, ну, чуть больше, чем ничего. Ярик говорит, окей, мы будем делать, пытается мне объяснить, что он будет делать, я делаю вид, что я понимаю, и Ярик ночью это делает. Я ночью, я ночью сплю. Как мне сказать Ярику, что, Ярик, ну, ты красавчик, ты молодец, ты работаешь, но, как бы, у меня роль другая, я этим не занимаюсь ночью, а Ярик днем работает, а ночью занимается нашим проектом. То есть, и так же самое у всех, не все такие, как Ярик, не все готовы уделять столько времени. А что такое команда Гелилева? Это как, знаете, общественная организация, волонтеры. Сегодня люди готовы это делать, завтра он, извини, у меня, ну, я заболел, у меня ребенок, у меня это не работа, люди не получают за это деньги. И, соответственно, ну, главная проблема и задача – это люди, с которыми, ну, с которыми, я думаю, вторая команда, я думаю, тоже столкнулась с этим. Ну, это все проходят. Если у нас 40 человек, примерно 40 человек захотело участвовать, и всего лишь 13 дошло до финиша. И вопрос всей команде. Готовы вы дальше развивать проект? Да. Да? Вы запомните? А ну поднимите руки, кто говорит «да». Ваня, мы сейчас сфотографируем это все. Вот. Это, ну, очень круто. Вот. Давайте поблагодарим ребят, Сашу, за презентацию. Спасибо. Спасибо. Всем добрый вечер и спасибо, что пришли. Это важно для нас. В 2007 году Стив Джобс сказал о том, что будущее приложений находится в облаках. Следуя этой тенденции, мы начали разрабатывать наше приложение. Итак, кабаре – это все и обо всех событиях в заведении. Это прогноз событий и защищенность от нежелательных действий персонала. Это мощный аналитический блок и некоторые функции CRM-системы. Это безопасное хранение данных и доступ к ним сугубо собственников бизнеса. И, конечно, это запуск из любой точки мира. Система состоит из пяти ролей, каждая из которых подключается и настраивается в соответствии с конкретными бизнес-задачами. Эти роли следующие – официант, администратор, менеджер, владелец и пятая многогранная роль. Но там еще уборщица должна была быть. За четыре месяца, прошедшие с предыдущей презентации, состояние рынка практически не изменилось. И рестораторы по-прежнему нуждаются в качественном софте. За период работы в Gilel Evo нам удалось разработать некоторый функционал роли официант. Итак, официант может и должен уметь авторизоваться в системе, создать новый счет, выбрать меню, выбрать категорию меню, выбрать блюдо, добавить его в счет, отправить заказ в работу. Он может просмотреть открытые счета, он может закрыть счет, он может сделать репорт по кассе и показателям работы, он может просмотреть график своей работы и выйти из системы. Давайте посмотрим, как это выглядит в жизни. Всем еще раз добрый вечер. Наша главная задача была, с точки зрения Wix, сделать как можно более приятный и удобный визитрентный интерфейс. Сейчас будет жевать констрация, как это работает. Так, КБР. Первым делом мы попадаем на окно авторизации. Это, собственно, окно, с которого начинается работа официанта. Давайте авторизируемся. Вводим супер-секретный пароль. А пароль? Вот так. Итак, мы попадаем в нашу систему. Это главное окно. Это окно старта. Окно, с которым будет работать официант в течение дня. Собственно, здесь это окно маршрутизатора. Мы можем попасть в функцию создать счет. Мы можем посмотреть открытые счета, как сказали. Мы можем посмотреть наш счет, можем посмотреть наши смены. Теперь давайте поиграем с вами в игру. Представим, что я официант. Вы пришли к нам в ресторан. Первым делом мы будем создавать счет. Итак, заходим в окно создать счет. Представим, что вы основались у нас в ресторане. Я выбираю, что вы будете делать столом. Следующая функция – это форма оплаты. Она выбирается сначала заблаговременно. В дальнейшем ее потом можно будет подправить, когда уже будет, собственно, сама оплата. Следующая. Мы выбираем номер стола. Допустим, это стол номер 2. И также количество гостей. Но у вас слишком много, поэтому я тоже поставлю 2. Давайте перейдем в раздел кухни. Это категории кухни. Теперь с вами сыграем в игру. Вы будете сами выбирать блюдо для нашего счета. Где желающие? В основные заходим в блюдо. Окей. А ведь где? А, я не в основном. Картофель от формы. Окей. Выбираем картофель отварной. Три порции. Окей, давайте. Три порции. Так. Стрелки работают. Стрелки работают. Что-то еще? Ну и голубь. Жирный, да. Жирненько получается. Одна, две порции. Одну порцию. Хороший выбор. Что-то еще? Ребята, ни кухня не успеет сработать сейчас в том крыле. Вот. Дело в том, что он нам не пустит, он нам не даст создать больше порций, чем есть на самом деле. Да. Поэтому мы можем выбрать только одну. Иначе выбираем. Окей. Что-то еще? А, она сюда даже не будет выводиться в таком случае. Можно листиком приклеить. Вот. Но не будет. Окей. А если удалить, допустим, голубцы? Передумали. Что-что? Передумали. Не хотим голубцы. Смотря на каком этапе. Ну вот, вот уже. Илита, пусть и единица. И говорят, что… Давайте доберемся… Можно обнулить. Да. Можно обнулить потом, когда вы будете в счете. Давайте вернемся в счет. Собственно, сам вопрос. Значит, перед тем, как отправить счет, у нас формируется… Ну, это предсчет. Так его давайте назовем. Хороший вопрос с голубцами. Клиент передумал. Давайте уберем теперь наши голубцы. Голубцы. Убрать. Убрали наши голубцы. Теперь наш счет… Да. А вот все-таки на этапе формирования… Ребята, давайте вопросы потом, потому что это плохо для презентации. Теперь, когда мы сформировали наш счет, нам надо его отправить на кухню. Давайте отправим теперь наш счет. Супер. Счет отправлен. Повара получили счет, начинают работать. Представим, что блюдо вынесли в зал, клиент доволен. Мы теперь доходим до момента оплаты. Мы можем посмотреть наши открытые счета. Нажимаем на кнопку просмотр. Кто больше всего у нас заказывал картофель, тот и платит. Вот, Костя. Значит, нам надо распечатать теперь счет. Представим, что мы распечатали. Счет выносится в зал. После того, как посетитель оплатил счет, нам его надо закрыть. Нажимаем на кнопку закрыть. Выскакивает поп-ап. Этот поп-ап сделан специально для того, чтобы официант случайно не нажал кнопку закрыть, и счет случайно не закрылся. То есть это как система защиты. Закрываем его. Отлично. Наш счет отправился. У нас был маленький рабочий день. День закончился. Нам надо бы посмотреть, наверное, отчет вообще за сегодняшний день. Насколько мы эффективно работали с вами. Поэтому мы попадаем в окно отчета. Попадаем в окно отчета. Зрительно само окно разделено на две части. То есть сверху находятся настройки отчета, которые мы хотим получить. Снизу сам ответ. То есть сам отчет. Выбираем текущую дату. Следующие две кнопки указывают, хотим ли мы посмотреть, какое количество гостей и столиков мы сегодня обслужили или нет. Давайте выберем. Ну и сам способ оплаты. Давайте выберем, допустим, лично. Сформировал отчет. Отчет у нас получился. Мы проработали сегодня эффективно. Ок. Ну и, собственно, на следующий день нам надо бы посмотреть наши смены и с кем мы будем работать. Для этого мы переходим в окно смены. У нас открываются наши смены. Слева вы видите календарь, на котором мы можем посмотреть, когда у нас будет смена. Ну а справа это смены, собственно говоря, с кем мы будем работать. Мы можем либо распечатать его, ну мало ли, вдруг забудем, и отправить на почту. Ну и, конечно, после всех этих манипуляций нам надо выйти из системы. Мы нажимаем на кнопку выйти и попадаем в окно авторизации. Спасибо. Спасибо, Олег. Нельзя не упомянуть о моментах, не вошедших в демонстрацию. Они уже реализованы и могут быть использованы, поэтому мы решили необходимым сказать и о них. Для роли администратор написан и протестирован практически весь бэкэнд. Кроме того, мы создали новую концепцию EX-дизайна, которую планируем применить и к уже существующей роли официант, и к роли администратору. Я покажу несколько макапов роли администратор. Это главное окно роли. В левой панели вверху кнопки для быстрого доступа к основным функциям. В основной части окна самые актуальные таблицы. Следующее окно – это сырье. Панели левая и верхняя сохраняются. Бонус этого окна заключается в том, что благодаря комплекту фильтров мы можем очень быстро найти нужную продукцию, нужное сырье. И также в этом окне мы можем делать перемещение продукции между складами. Поскольку это начальное окно для работы с сырьем, то в один клик из этого окна мы можем попасть в любое следующее окно для каких-то дальнейших операций с сырьем. Следующее окно – это работа с категориями и блюдами. Мы планируем применить здесь перетаскивание объектов, благодаря чему работа будет фантастически быстрой. Работа с калькуляционными картами будет такой же. Для реализации продемонстрированного функционала мы, конечно же, использовали некоторые технологии. И вот они. Сейчас еще об одном моменте. На этапе разработки мы столкнулись с практически неразрешимыми трудностями. Чтобы понять, о чем я говорю, лучше увидеть это. Он надо сориентировать, и он тоже меня спрашивает уже. Ну, я, ты видишь, я пишу в группу, хорошо, чтобы мне кто-то ответил. У меня пока сейчас никто не почитает. Надо было оставить себя там. Как я уже говорил, сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, были практически непреодолимыми. Но сразу после Нового года мы продолжили упорно трудиться. Если серьезно, то сложности были следующие. Это потребность в консультациях. Нам не хватало профессионального мнения по некоторым вопросам. Ну и, конечно же, разработчики. Дизайнеры, React-девелоперы, Project Manager и Product Manager. И, собственно, команда разработчиков. И наш ментор Юра Кузуб. За что хочется сказать ему большое спасибо. На самом деле, да, разработчиков, участников было гораздо больше. Но те, кто дошли до финала, вы видите их на экране. Будущее проекта определяет команда. Та ее часть, которая есть сейчас. И те, кто, возможно, захотят присоединиться к нам. И это все, что мы хотели рассказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. У меня вопрос, относящийся к самой постановке проблемы. На рынке очень много, если не сказать грубо, решений, в том числе облачных, для управления рестораном. Что вы у них не нашли, что вы захотели сделать свое? На рынке много решений, но почему-то я столкнулся с тем, что не все рестораторы, во-первых, знают о всех решениях, а во-вторых, не все готовы использовать качественные решения. Вот, например, в Одессе софт, который используется большинством ресторанов, программа BarBoss, на сегодняшний день, мне кажется, она не соответствует каким-то актуальным запросам рынка, но тем не менее они используются. У меня есть сопутствующий вопрос, но кроме BarBoss есть же еще Aika и есть Poster, и он примерно стоит у 90% всех новых заведений. Обе облачные, обе имеют весь функционал, который может быть рестораном, на iPad деплоятся и люди им пользуются. Aika, я общался с ними, и они не в 90% заведениях, а большую часть, по крайней мере, в Одессе занимает BarBoss. В 90% в новости стоит либо Poster, либо Aika, в старых BarBoss? В актуальных, да, но я нашел конкурентное преимущество, мы будем дешевле, чем Aika и функциональнее. Окей. В Киеве используется в основном ERKIBER. То есть ваше преимущество в дешевизме, по большому счету? Не только, в схеме продажи тоже. Мы не планируем брать сразу одну сумму за лицензию, вот дай нам вот столько денег. Это будет просто сервис, ну, обонплата ежемесячная. И в итоге, да, она будет дешевле, чем Aika. А с какими ресторанами вы пообщались для того, чтобы прийти к пониманию, какой функционал нужен? Ну, скажем так, изначально у меня было понимание, что нужно. И я его оттестировал на, ну, где-то до десятка ресторанов. И потом я его оттестировал, точнее, вначале на BarBoss. Ну, там особый тест не получился, он слишком слаб для этого. После BarBoss на ресторанах и потом на Aika. А какие заведения, просто пару примеров? Ну, к примеру... Хотя бы 5 примеров. Вот вы сказали, 10, вы с 10 общались, вот 5 можете привезти? Да, конечно. К примеру, это Дрова на Пушкинской, это Гоголь у моря на Даче Ковалевского, это Марио, Друзья и пиво, к примеру, Фонтан еще. Спасибо. Можно задать вопрос? Мы не договаривались, мне действительно ответили. Я хочу задать вопрос. Олег, начал ли ты уже вести какие-то реальные переговоры с будущими клиентами? Может быть, уже есть какие-то наметки? Не обязательно, может быть, раскрывать секреты, название компании, говорить реального клиента, но действительно интересно, есть ли уже, можно ли попробовать уже обкатать, уже начинать обкатывать вот это решение, да, которое уже готово на 30%, условно говоря, да. Можно ли попробовать в боевых условиях? Да, конечно, можно. У меня есть договоренность с двумя ресторанами о том, что они будут пробовать MVP, тогда, когда она уже будет готова. То есть это потенциальных два будущих у нас уже… Да, да. То есть туда потом можно будет приводить людей, показывать, вот это работает, то есть, да, все есть. Спасибо. Привет, Олег, Олег. Как обычно, конечно, много вопросов, но я задам два маленьких. Нормально меня слышно, да? Хорошо. Первый. Вот это приложение, которое вы показывали, в котором вы работали. Это веб-морда, то есть это сайт, это приложение, это приложение на чем? На маке, на персональном компьютере или это будет на планшете? То есть, что это было? Или это было просто заготовленное видео, которое вы делали, чтобы вы показывали? Это вот маленький, маленький вопрос, да, Кост? Да. Ну, нет, просто вот приложение, это приложение или это веб-сайт? Нет, это не заготовленное видео, это из жизни, мы можем туда вернуться. Планируется, что это будет на планшете, это веб-приложение, но здесь мы это сделали, ну, просто вот на маке. Ну, мы просто сделали демку… Это просто приложение для мака сейчас, да, но вообще планируется это… Это не десктоп, мы просто показали, это демка. То есть, конечно, оно планируется, все это обнимается электроном, и дальше уже... Ну да, вот я как бы это и спрашиваю, может просто не очень четко. И второй вопрос. Ты сказал, что вы будете переделывать UI. А почему? Потому что первая концепция, которую вы видели в роли официанта, что Олег показывал, вот первое стартовое окно, четыре кнопки. Тебе, чтобы попасть куда-то, тебе нужно нажать на нее, ты попадаешь куда-то. А я специально показывал макапы администратора. Ты можешь слева либо вверху попасть уже куда-то, и ты уже видишь сразу какие-то основные свои данные. То есть это два, максимум три клика в какое-то место, и у тебя более информативно получается, ты больше видишь. А это окно с большими четырьмя кнопками, оно не такое информативное. Ну то есть это не пойдет. А кто сказал, что это не информативно, и это не пойдет, это вы решили? Да. Ну я думаю, что, наверное, прежде чем придумывать самим какой-нибудь UI, UX, надо поговорить с теми, кто этим будет пользоваться. И они скажут, как будет удобно действительно. Ну, чтобы не переделывать, просто потом еще раз, еще раз и еще раз. Ты понимаешь, я несколько раз удивлялся, вот когда тестировал свои собственные мысли. Вот вначале, как я уже отвечал Диме на вопрос, да, у меня было какое-то свое понимание. Я начинаю общаться с рестораторами, естественно, ничего не показывая, мне нечего показать. И понимаем, что да, я правильно здесь думаю. Потом пошел пообщался с Айко, и мы очень схожи. То есть я все-таки больше доверяю своему мнению и не торопился изначально, ну да, это самонадеянно, конечно, но эффективно пока. И не торопился изучать конкурентов, потому что, знаешь, когда смотришь на что-то другое, уже немного свои мысли так отодвигаются чуть в сторону. Ты уже начинаешь перетаскивать какие-то другие идеи. Вот другие идеи нужно брать, как мне кажется, тогда, когда у тебя уже что-то есть, какая-то своя концепция. Вопрос скорее с коммерческой части, потому что большинство рестораторов, которые пользуются уже другой системой, они достаточно консервативные. Для того, чтобы внедрить вашу, им придется переучивать свой персонал практически в области. Как вы готовы с этим возражением с их стороны в внедрении продукта бороться? Ну, бороться, не знаю, так бороться, наверное, мы не будем. На самом деле есть два человека в Одессе и несколько людей в Киеве, которые уже готовы идти общаться с рестораторами, ну как бы не с улицы. Они уже много лет это делают, они все между собой знакомы, и эти мнения будут авторитетны. То есть здесь часть возражений снимется прямо на этапе предложения. А переучивать персонал, ну конечно, да, это всегда нужно делать, когда мы что-то новое подключаем. Но я думаю, что тот интерфейс, к которому мы стремимся, интуитивно понятный, он сведет к минимуму временные затраты. С какой-то базы поддержки прийти научить вообще вот продвижение? Потому что сталкиваясь с тем, что вот эта официантка Маша натыкала не туда, то есть вот очень часто сталкиваются с тем, а что нам дальше делать? То есть служба поддержки какая-то предполагается? Задача качественного софта – минимизировать возможность ошибки. То есть если у Маши случилось натхнение, и она вот это вот начинает делать, то ей вот, как Олег показывал, поп-апчик там выскочил какой-то, ей их выскочит 10, да, Маша, ты куда смотришь? Вот как-то вот это, да. А второй момент, да, конечно же, служба поддержки обязательная. После того, как конкретный совершенно человек приходит в конкретный ресторан и говорит, ребята, смотрите, то есть он обучает, он с ними проводит, ну, по задумке 3 дня. Он показывает абсолютно весь функционал, учит, а после этого они могут задавать вопросы. О, Саша был сначала, да? Ты уже забыл. Я на самом деле, возможно, был невнимательный просто. Когда мы добавляем заказ, и в заказ мы добавляли блюда какие-то, и потом оформляем этот заказ, и он у нас висит в открытых заказах. Я потом могу сделать какие-то дозаказы в этот заказ? Вот я не увидел этого функционала, потому что очень часто бывает такое, что я хочу дозаказать что-то. Да, суть в том, что именно исправить этот чек нельзя. Можно создать новый чек, но просто создается с этим же столом, и они потом соединяются. В принципе, как мы предполагаем, далее можно будет этот еще и разъединять на два разных чека, потому что бывают случаи, когда приходит компания, да, но каждый говорит, я хочу сам за себя заплатить. То есть это, я думаю, функции, которые должны быть обязательны. Давай я дополню. Да, можно будет дозаказать. Олег сейчас говорил, отвечал на вопрос, исходя из того, что реализовано на сегодня. Но в будущем там будет кнопка «Дозаказ» прямо в счете, да, то есть можно будет к этому всему еще что-то добавить. И будет кнопка «Разделить». То есть один счет можно поделить на два, три, четыре. И у меня еще такой вопрос. Почему вы всех как-то сгруппировали, а официанта, уборщицу и еще кого-то там просто в отдельный список кинули? Они менее важные, получается, или как? Ну, я просто не знаю, как правильно так назвать, одним словом, чтобы донести. Ну вот официант, администратор, менеджер, владелец, понятно, да? Как сказать, кальянщик – это неправильно. Потому что может еще быть бильярчик, может быть еще караокщик. Ну, недоофициант – некрасиво как-то. Ну вот какой-то человек с ограниченным официантским функционалом. Одним словом его по-русски не назвать. Ребят, вопрос такой. Я не человек, который не знает, что было проделано. Сразу впечатление, что здесь проделаны работы, которые можно сделать эффективно за неделю-полторы. Вот из той темпки, которую вы сделали. У вас было четыре месяца. Вот мне, как человеку, который не знает, что вы делали, непонятно, почему так мало сделано. На прошлой… Я так отвечу. На прошлой презентации прозвучал вопрос. Ребята, у вас такие глобальные планы. Вы так много хотите сделать. Это очень сложное масштабное приложение. Что вы успеете за четыре месяца сделать? Я тогда назвал четыре момента. Это авторизация, открытие счета, закрытие счета и какой-то репорт. Мы сделали их, не знаю, восемь или десять, что-то такое. То есть я считаю, что мы сделали очень много. Особенно учитывая то, что далеко не все показано. А почему не все показано? Ну, потому что это будет ссылка на GitHub. У нас вот для администратора написан и протестирован практически весь backend. Там нечего показать. Ну, то есть он лежит, этот код просто, да, backend лежит. Пользоваться нет, конечно. То есть есть большой кусок, который просто не видит. У меня вопрос со стороны не странного бизнеса, не программирования, а клиента. Что вас надумило поставить выбор способа оплаты в самое начало заказа? Почему я в начале, когда сажусь, должен думать, чем я буду оплачивать в конце? Это скорее заготовка на будущее. То есть в счете мы же будем потом выбирать форму оплаты, нал или безнал. Ну, вот мы это сейчас вставили туда, да, но оно здесь быть не должно. Надо не спрашивать клиента. Где Александр? Можно я дополню? Просто дело в том, что помимо этого, мы говорим. Есть ситуация, когда приходит клиент, да, и он доказывает еду либо с собой, либо доставка. Собственно, вот на этом окне нам надо выбрать тоже, это будет оплата сейчас, то есть это будет наличка или это будет безналичка. Делать это потом, когда уже там счет открыт, по факту, когда ты закажешь, счет сразу и закрывается, потому что он уже сразу оплатил это все дело. Поэтому вот этот вот момент, именно наличка или безналичка, я считаю, что оно должно быть здесь. Иначе оно было бы неудобно бегать просто по окну. У нас бывает и задача всего за 2-3 клика добраться до нужного места. То есть минимизировать вот этот вот шаг до конечного пункта. У меня есть маленькое замечание, я просто представил себя как потребителя, например, в роли повара этого аппликейшена. Есть один вопрос. Мне показалось наоборот, в этом аппликейшене есть определенное преимущество, что у вас на первом скрине были такие большие кнопки, доставки. Я представил себя в роли повара, который бегает, у которого руки, не знаю, в тесте, в мясе или еще в чем-то. Ему достаточно удобно нажать локтем или какой-то часть руки, которая не грязная, посмотреть, какие заказы сейчас есть и их выполнять. Намного удобнее, чем это будут мелкие кнопки, которые вы показали потом в мокапах. Может быть. Мне кажется, вопрос следующий. Я увидел, что вы использовали технологию реакции, соответственно, меня это привело к мысли, что это веб-аппликейшен. И сразу же приходит в голову такой вопрос. А где конкретно в этом аппликейшене возможность, например, обслуживать сразу несколько ресторанов? У нас картина, есть один склад и сеть ресторанов. И я не вижу возможности, ни в одной таблице не увидел возможность добавления нескольких ресторанов, работать с несколькими ресторанами. Это первое, что я заметил. И второе, что я заметил, что нет группирования. Повар по ролям. Повар, официант. Или еще у вас просто был код в аккаунт по имени и по паролю. А те же разделения на конкретную специальность? А, это по логину, паролю определяет сама система. То есть он записан, этот парень у нас полот. Не понял вопрос тогда. Окей, у вас есть какая-то админ, хорошо? Ну да, да, конечно, да. Дополнительный вопрос, а можно ли масштабировать на сеть ресторанов? Прямо сейчас нет. Прямо сейчас нет, это планируется. Это не в коем случае не для одного бара. Нет. Это, конечно же, должно масштабироваться. Прямо сейчас это не реализовано. Но масштабируемость – это один из самых главных вопросов. Собственник должен сидеть, у него два ресторана, либо десять, неважно. Он должен видеть, допустим, отчет по этому или пятому. И потом одновременно по всем. Можно, да, еще один вопрос? Ну, чтобы я ни у кого не забирал возможность задать вопрос. Вопрос похожий, такой, как я задавал предыдущей команде. Я так понимаю, у вас облачный сервис, да? Соответственно, все данные, статистика, аналитика, то есть заказы, все где будет в облаке где-нибудь? Замечательно. Как обеспечивается безопасность этих данных? Прямо сейчас никак. А как планируется? Прямо сейчас мы никому не даем пароль. Потому что я, как владелец ресторана, не хотел бы, чтобы кто угодно мог взломать ваше облако и залезть в мои финансовые все данные, отчеты. Сколько я каждый день зарабатываю и тому подобное. Прямо сейчас никак это не реализовано. А планы? В планах, да, обязательно, конечно. Я не владею технологиями, для этого нужен архитектор, какой-то специалист. Окей, хорошо, я понял. Меня слышно? Отлично. У меня вопрос по поводу анимашки с технологиями. Почему GS5? Там я видел новую библиотечку. Так, почему GS5? Отвечает Александр Друсец. Хороший вопрос. Почему GS5? Потому что наш дизайнер проглядел момент этот. Поэтому мы его как бы опустим. У нас же в центре React. Очень удобно на самом деле. И еще один такой момент. Мне кажется, что такой сервис должен продаваться по подписке. И мне не хватило каких-то пакетов, каких-то минимальных пакетов для маленьких ресторанов, каких-то больших пакетов. Я понимаю, что вы сейчас ответите, что в планах все есть, потому что это на самом деле очень удобно. Потому что в планах есть. Но вот хотелось бы видеть, что может получить покупатель за большее количество денег. Я готов платить больше, я хочу больше функционала, а он статичный, ни больше, ни меньше, ничего не видно. Хотелось бы чего-нибудь такого. Чем вы готовы, какая ваша фишка по отношению к остальным продуктам на рынке сегодня? Я как покупатель хочу понимать, почему я должен выбрать ваш сервис. Какая ваша такая киллер фича в этом сервисе? Уже есть готовые, почему выбрать именно ваш? Что вы можете предложить? Какой-то минимальный функционал, какой-то максимальный пакет, который я могу купить? Я здесь услышал два вопроса. В чем фича? Это самый полный функционал, могу сейчас раскрывать как-то это, да? За меньшие деньги и не надо их сразу, это ежемесячно, это обонплата. Подписка, да. А второй вопрос? Ну, это подписка. Мне кажется, что должен быть какой-то минимальный пакет услуг для небольших каких-то кафе, которые могут купить это задешево. И какая-то более расширенная версия каких-то больше фич, которые могут себе докупать там в дальнейшем. Мне нужен там какой-то больший функционал, чем у вас есть. И хотелось бы за это там заплатить и купить больше. Я не увидел такое возможно. Вот эта фраза «хотелось бы заплатить»? Это классно. Нет, на самом деле, ну, это же будет модульный софт, это будет подключаться. То есть, когда я перечислял роль, я еще расскажу, администратор, официант, администратор, менеджер, владелец. Ну, не во всех ресторанах есть менеджер, и он нужен. В какой-то небольшой кафешке, да, он не нужен, там владелец сидит себе, сам работает. Или ездит из одной кафешки своей в другую, если их две. Ну, схемы работы совершенно разные. Смысл в том, что подключаем вот это, либо подключаем вот это, либо все вместе. Если он расширяется, и он хочет подключить еще вот эту кафеху и вот эту, ну, да, подключим за дополнительные деньги. И все это будет консолидироваться где-то в облаке. То есть, это все возможно. И спасибо. У меня вопрос попроще, наверное. Вы сказали, что реализована авторизация. После того, как авторизировались под логином админ, далее на счете был там указан некий Иван Иванович. Значит, есть реализованная какая-то функция также регистрации, или кто вводит эти данные, или кто регистрирует сам персонал? Да. В функционал роли менеджер входит также и прием людей на работу. Ну, то есть, если мы говорим, что эта система, она занимается учетом всех событий в заведении, то тогда, конечно же, персонал – это один из самых важных моментов. Конечно, человек приходит устраиваться, и сразу о нем написано. Это повар с таким-то, с таким-то логином, паролем. Регистрация – это один из самых важных моментов, как я уже говорил. Она будет реализовываться в роли менеджера. Так, давайте поблагодарим Олега и Олега. Так, и победителем третьего цикла программы «Гилель Эва» становится команда «Аймет». «Як». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»